Тема 822 Шашлык во дворе У нас в городе сейчас так тепло Дует такой теплый ароматный ветер Что на курорты можно уже не ехать Все здесь и так есть Солнце, зелень, шашлычок Одна семья приспособилась периодически выходить на зеленую поляну в нашем дворе И устраивать здесь пикник с шашлыком Очень удобно Кухня рядом Если соль забыл захватить Туалет тоже Если лишнего выпил или съел На бензин тратиться не надо И самое главное Огромная экономия времени Далекий курорт Это дорого и хлопотно У меня сестра вчера на курорт поехала На Черноморское побережье нашей страны С несколькими пересадками Сначала на автобусе до Нижнего Новгорода Затем на Сапсоне До Москвы В Москве села на ночной поезд до Новороссийска А оттуда Автобусом до какого-то пансионата на берегу моря На месте будет только через три дня Эти три дня можно смело вычеркнуть из жизни Потому что о них будет только больно вспоминать Боль, пот, тяжести, суета и нервы Прибавьте к этим дням еще три суток на обратную дорогу Когда Чемоданы будут еще тяжелее Дети еще капризнее Когда только родная прохладная земля Кажется настоящим раем и блаженством Почему бы нам не помочь своим людям Которым не нужны такие испытания Которым для отдыха достаточно просто посидеть в тени родной березы Послушать шум листва и пение птиц Почувствовать прикосновение родного ветра Почему бы не организовать внутри города зеленый оазис для тех Кто любит отдыхать вблизи от дома Шашлык в родном городе у нас Конечно Есть типа уличного кафе Где тоже можно посидеть и отдохнуть Вот вчера удалось заснять наше местное заведение Где даже можно поесть свежего шашлыка Но это же какие-то каменные джунгли Где зеленая трава Где ветерок Где дым от мангала Конечно Кто разрешит людям разводить Костер Мангал в центре города Но в Сингапуре Например Разрешили Уличный шашлык в Сингапуре Там во всех городских парках и на пляжах Это при их топлотности населения Есть специально отведенные места Для приготовления и поедания на природе шашлыков Эти места платные Ведь иначе на них будет не пробиться И оплатить их можно через специальные банкоматы Здесь можно выбрать место и дату проведения своего пикника Стоит это удовольствие 16 долларов И от желающих нет отбоя Обычно очередь скапливается на 2 недели вперед Информацию я взяла отсюда Наши люди любят шашлык на природе не хуже сингапурцев Мне кажется даже лучше Потому что нам по погоде как-то приятнее греться у жаркого мангала Почему бы что-нибудь подобное не создать в наших городах Места для шашлыков у нас есть вот точно так же Как сегодня во многих городах создаются спортивные Площадки посреди двора Места для спорта у нас уже есть Не везде, но есть А мест для семейного отдыха С костром и дымом Пока нет Может где-то и есть Но я пока о них ничего не знаю На возражение Что каждый уважающий себя гражданин России Так отдыхает У себя на даче В домике В деревне В лесу У реки Могу сказать следующее Так отдыхают далеко не все Ведь если вы выйдете в субботний день на улице своего города Наверняка встретите людей Которым некуда или ни на чем поехать Это во-первых Во-вторых Куда-то ехать Это всегда большие хлопоты Нужно все с собой взять От стульчиков для сидения до собственно мангала и зонтика Вдруг пойдет дождь Мы обычно собираемся дольше Чем отдыхаем Так что некоторые предпочтут остаться дома В-третьих В дикой природе нас может ждать масса неожиданных От того же дождя с грозой до клещей Которыми нас так запугали Что Приходится летом в жару одевать резиновые сапоги и плащ-палатку с капюшоном В-четвертых В связи с борьбой с пожарами Особенно после 2010 года Людям категорически запрещено разводить огонь в лесу Кто-то может и не соблюдает законов Но добропорядочному гражданину крайне тяжко решиться на такое преступление Это будет отдых не в радость Если посмотреть на существующие места для отдыха в городе Где можно не только посидеть под кустом Но и покушать В частности У нас То их очень мало Ван Заброшенный детский парк Где даже летом днем так темно Что в нем прекрасно себя чувствуют только комары Излюбленное место для одиноких воришек сумок у пенсионерок 2. Рекультивированный взрослый парк с несколькими аттракционами и одиноким кафе Который больше напоминает забегаловку В которую категорически детям не советуют заходить 3. Озеро протяжное в нескольких километрах от города Там летом слишком много народа Потому что это единственный благоустроенный Открытый водоем в окрестностях Это озеро слишком далеко для тех Кто ходит пешком И слишком близко для тех Кто ездит на машине 4. Есть еще два сквера с фонтанами Но там дико жарит солнце Отдыхать можно только на узких лавочках Которые подходят больше для молодых парочек Нежели для семейного отдыха 5. Ну и вот то самое кафе на асфальте Которое показано на второй картинке Чем мне не нравится любое кафе Тем, что вы там должны что-то просить Подайте мне вот то Потом это Насколько приятнее приготовить свой шашлык самому Не зря в каждом курортном дворе Есть свой мангал для своих отдыхающих Стоимость шашлыка на Черноморском дворе Подумайте Люди едут за тысячу километров Платят огромные деньги за жилье В размере годового набора услуг Своего родного ЖКХ Чтобы иметь возможность готовить свой шашлык Во дворе гостеприимной тети Нади Мне кажется В этом есть какой-то диссонанс И возможность создать Этакий гостеприимный двор тети Нади В черте своего родного города Гораздо дешевле и гораздо ближе Чем существующие сегодня дворы На Черноморском побережье Какая польза родному городу? 1. Налоги, конечно 2. Организованный отдых горожан под присмотром Это вам не незаконный костер в лесу разжечь Здесь все культурно и охраняемо 3. Душевное спокойствие отдохнувших горожан Как следствие, меньше преступлений на почве Трудовой усталости и большая работоспособность в понедельник 4. Сплочение народа Как не пафосно это звучит Ведь выходя вместе во двор на общую трапезу Как раньше выходили на общую лавочку Мы невольно знакомимся друг с другом И начинаем относиться друг к другу сердечнее Сравнивая западные сообщества Что в городах, что в высших учебных заведениях Я могу только с грустью констатировать Что у нас люди очень отдалились друг от друга Не зря мы не знаем в лицо ни соседей Не участкового А это очень чревато Потому что мы друг другу многим могли бы помочь И если бы люди были более дружны Они смогли бы чаще создавать что-то великое у себя на родине Вместо того, чтобы отправлять детей за заработком на большую землю Теряя с ними связь и обрекая их на вечную борьбу за выживание Кстати, нашла аналогичный шашлык во дворе в Швеции Со странички Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok